Мы сначала вот видим середину, и середина сначала в одну сторону, потом в вторую, потом в третью. Мне вот так вот удобно. А второй рукой держим доску, чтобы она не воспользовалась. Фестиваль-конкурс мастер-классов по народному творчеству и художественным ремеслам проходит здесь уже в 15-й раз. Для многих участников он стал доброй традицией. Десятый год принимаю участие в этом замечательном конкурсе, выставке. Мы очень любим сюда приезжать. Нас так радушно встречают, и накормят, и напоят. И места нам дадут самые лучшие. И вообще нам здесь очень нравится. Мы постоянно будем сюда приезжать. Более 500 мастеров со всей Московской области приехали в Видное, чтобы поделиться секретами народных ремесел. А заодно и со своими коллегами посвятизаться в знаниях и умениях. Сказочку расскажем, мастер-класс покажем. Жила в доме кукла-зерновушка. Сделала ее хозяйкой в начале осени, когда собрали весь урожай. И считала она себя самой главной, потому что думала, что раз она оберегает дом и хозяев от голода, то ничего плохого с этими людьми не случится. Конкурс проходит в нескольких номинациях. Одна из них – лучший сценарий мастер-класса. Все участники подошли к этому делу со всей серьезностью. Коняшку сшили, и заготовочки все сделали, и создавали сценарий, писали все, как мы делали, оговаривали, что мы будем делать. То есть очень много работы проведено. Руководители творческих объединений здесь на вторых ролях. Ведь по правилам в конкурсе принимают участие дети и молодежь в возрасте от 9 до 18 лет. Еще одна номинация – «Дело мастера боится». «Дело мастера боится» – это мастер делает дело очень хорошо, но мастер этого не боится. А дело само думает, что этот мастер со мной сделает. Участники конкурса не только владеют художественными ремеслами, но и изучают историю, культуру и обычаи своего народа. Это проявляется и в номинации на лучший костюм. Женщины очень любили различные головные уборы и давали им птичьи имена. Вот у меня сорока. Он состоит из такой ленты и платка, и сзади завязывается на бант и украшается. Крой вот этот традиционный новгородский платье, а вот сорока – это вологодский головной убор. Все равно это близко, это наш север. Строгая жюри, куда входят профессиональные художники и дизайнеры, оценивают участников по 10-бальной шкале. Они рассматривают качество исполнения изделия, уровень творческого решения, соответствие тематике. Впрочем, регламент устроен так, что без награды не уедет никто. Конечно, детям хочется получить призы. Конечно, они хотят быть лауреатами. Ну и мы стараемся, чтобы не обидеть никого. Поэтому у нас есть возрастные группы, младшие, старшие группы. И первый, второй, третий – поощрительные места. У нас даже есть президентская премия. Фестиваль «Конкурс мастер-классов по народному творчеству и художественным ремеслам» приурочен к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...